Новости на Дону 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 В основу сценария легли воспоминания Александра Печерского, который был человеком исключительной личной скромности. Всегда готов был впрячься за любое дело, которое не касалось его лично. И всю свою послевоенную жизнь он посвятил тому, чтобы память о замученных и сожженных в Собиборе не ушла в песок. И именно благодаря ему мы сегодня имеем возможность обо всем этом узнать. Впервые в истории отечественного кино всероссийская премьера прошла в Ростове, а не в Москве. По словам Константина Хабенского, это справедливое решение. Он был рад встрече с потомками Печерского и старался поддержать их в этот ответственный для их семи день. Что касается воплощения персонажа на экране, то по словам актера это был собирательный образ. Мне хотелось представить на зрительский суд все-таки советского человека, который в процессе фильма перерождается в просто человека. Это очень важно. Человек советский, наверное, определение такое, это человек, которого больше волнует какое-то общественное, коллективное, пятилеточное и так далее и тому подобное. А просто человек, это человек, которого волнует он сам и люди, находящиеся рядом с ним, близкие. Мне кажется, вот этот вот перелом в фильме произошел. Напомню, что в большой прокат картина выйдет 3 мая. Она повествует о восстании узников одноименного концлагеря, находившегося на территории оккупированной фашистами Польши. Это восстание возглавил дончанин, лейтенант Красной армии Александр Печерский. За полтора года в Собиборе было убито больше 250 тысяч человек из разных стран мира. Восставшие уничтожили лагерь, и это стало единственным в истории успешным антифашистским бунтом. Это были новости. ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Больше новостей на сайте don24.ru. С вами была Кристина Олешко. И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области в Ростове и Таганроге днем до плюс 20 градусов. Утром небольшой дождь. В Волгодонский ремонт нам плюс 16. Также дождь. В Миллерово, Тарасовском и Красном Сулине плюс 17. В Вешенской, Обливской плюс 16 градусов. И также небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный от 7 до 12 метров в секунду. Возможны порывы до 15 метров в секунду.